У нас в планах на будущий год завершить кольцо пешеходное, которое будет протяженным 8 километров. И если говорить о решении этой задачи, непростое решение, потому что стоит и средств, и силы, и энергии. Не все сразу качественно, хорошо получилось, но мы с вами, если реализуем этот проект, от этого город только выиграет. И наши волонтеры, которые будут проводить экскурсии, с удовольствием могут начинать на набережной от начала Волжской и продолжить уже дальше по проспекту Кирова, Рахова, дальше по Садовой, вернуться вновь на набережную. Затем сводить экскурсию, искупаться на территории нового пляжа и потом вернуть на пароход. Вот это все в планах. Но планы нам необходимо реализовать при вашей поддержке, потому что без вас мы не решим эту задачу. Сразу скажу, что здесь правильно было бы обсудить эти вопросы и выйти на понимание, потому что здесь улица с двусторонним движением. Для нас проспект Кирова – это не только место притяжения горожан, это история, причем живая история города, которому более 400 лет. Саратов – это европейский город. Причем, посмотрите, консерватория третья, музей родящего региональной первой, художественная школа, вторая рисовальная школа после Санкт-Петербурга, университет императорский. Все это нас с вами отличает от других городов. У нас есть история. Многие города пострадали во время Великой Отечественной войны. Допустим, Влагоград разрушен полностью. И его архитектура, она уже во многом отвечает традициям советской эпохи, потому что старинные здания были разрушены. У нас отдать должное, центр города, исторический центр, во многом удалось сохранить. Правда, последние вот эти точечные застройки, они нанесли непоправимый урон историко-культурному облику города, но все-таки есть то, чем можно заняться для того, чтобы облик города был сохранен. И дальше уже передать это нашим детям, внукам. И вот в этой связи хотелось бы, чтобы у нас было полное понимание, что проспект Кирова, он должен соответствовать этому облику, истории, традициям, культуре. В прошлый раз, проходя по проспекту, обратил внимание на вывески. Ничего личного, просто прокомментирую. Вот одна вывеска там, ПАП, замечательно. Человек хочет как-то быть сопричастным к культуре Великобритании и очутиться в Лондоне. Но, для понимания, в Лондоне есть правило. Четыре цветовых решения, которые может использовать любой собственник здания, для того, чтобы, реставрируя, ремонтируя здание, в этот цвет покрасить здание. Четыре цвета. Все остальное запрещается. Это вам Лондон и его культура. Поэтому, коллеги, тот, кто вот берет и пишет ПАП, должен понимать, если вы название переносите, то вы тогда перенесите и культуру, и чтобы у вас тогда и внутреннее было состояние такое, которое вы должны принять. А у нас как считают? Если это здание мое, то оно мое, и что хочу, то и делаю. Это не так. Вот бизнес принадлежит вам, а здание, его внешний облик принадлежит горожанам. Вы просто из этого сходите. И здесь вы уже должны свои шаги и действия соизмерять с тем, какая есть культура в городе, какие традиции. Поэтому тандырная, которая здесь вот присутствует, ее не было. Это нарушает традицию, культуру, облик города. Ничего личного. Потому что мне на встречах, мне на встречах, люди говорят, что вы достали этим. А мы хотим себя осуществлять частью нашего города, имеющего корни, историю свою, традиции. И рядом с консерваторией, которая третья была в Российской империи, третья, не могут быть. Здание с таким названием. Вам мы должны создавать условия для самореализации. Потому что вы те, кто создаете экономику. Кто-то, возможно, не согласится, сказав о том, что экономика – это в первую очередь промышленность. Если малый и средний бизнес будет работать, это серьезный вклад в развитие экономики и в пополнении бюджета. Поэтому вам условия мы должны создавать. И здесь, опять-таки, на основе диалога мы должны выходить на те решения, которые вам позволят быть более эффективными. Это, значит, будут отчисления и бюджета, и решения социальных вопросов. Конкретный пример. Посмотрите. Да, здесь вот у нас проспект Кирова, а во дворе сельскохозяйственного университета выросла свечка. Я помню, как это решалось. Там был ректор, у ректора были друзья. Значит, все они его поддавили к тому, чтобы там появилась эта свечка. Но двигателем этого проекта был один известный бизнесмен, который сейчас в федеральном розыске. И вот это все выросло. Здесь у нас на лобной части города. Кто от этого выиграл? Выиграл, наверное, тот бизнесмен. Ну, может быть, ректор, у которого тут появилась квартира. Несколько еще друзей. А кто проиграл? Город проиграл. Жители проиграли. И дальше, если вот посмотреть по сторонам, все то, что нам сейчас мозолит глаз, это вот такие решения. Вот после того, как Чапаеву переходим и углубляемся в сторону Рахова, мы натолкнемся на что? На что натолкнемся? На ларьки. На ларьки. Слушайте. Вот и Конституция, и федеральные законы говорят о том, что зона серветута – это неприкасаемо. А когда это проспект, это вообще неприкасаемо ни при каких обстоятельствах. Ну, у нас оказалось, что кто-то, используя свое положение, взял и часть города положил себе в карман. Понятно, что, наверное, думали, что то время, которое будет, или та власть, которая у людей была, она будет всю жизнь. Ну, где-то подставили тех, кто потом эти помещения купил, а понятно, что государство никогда не согласится с тем, чтобы это продолжалось дальше. Москва с ее огромными такими проявлениями себя очистила. А здесь у нас, посмотрите, взяли и часть проспекта положили себе в карман. Ну, проспекта основного – это не где-то там за городом. Поэтому здесь хотелось бы пользоваться случаем, чтобы ментальность и вот такое отношение тоже у вас поменялось, потому что вы представляете бизнес-сообщество, вы должны осознавать, что за вас тоже надо бороться, вас где-то надо защищать, там, где необходимо. Но при этом, чтобы мы с вами понимали, есть законы, есть рамки, через них переходить нельзя. И тот, кто допустил такие вот заступы, ну, ребята, здесь ничего личного. И говоря об этом, вот приведу в пример, он тоже сейчас у всех на устах, это территория авиационного завода. Мы умудрились приватизировать бомбоубежище. Это МОП-ресурс. Рулежные полосы, взлетную полосу. Ну, вы куда? Ну, зачем? Понятно совершенно, что это без поддержки было невозможно сделать. Да. Ну, это тоже понимаю. Но дело в том, что когда сейчас вот все это будет возвращаться, те, кто начинает говорить, да как же так, послушайте, ну, это же незаконно, это сперли просто. Часть государственной собственности своим языком, надо своими словами называть. Поэтому не надо идти в ту сферу, которая имеет отношение к нарушению закона. То есть все. Власть местная, полосная должна вот эти принципы сформулировать, их закрепить и объяснить. Что, допустим, земля теперь будет только с аукциона, и бесполезно, там круги нарезаете. Что точная застройка недопустима, и здесь дальше этим заниматься не надо. А там, где такие проявления есть, это все должно обсуждаться, высвечиваться и осуждаться. И тогда у всех на сердце будет спокойно. Значит, раз нельзя никому, значит, нельзя и мне, и нельзя быть другому. Вот такие подходы должны быть. Тогда у нас Саратов с вами будет развиваться. Вот. Вот.